Добро здоровиться уважаемые посетители канала просматрив ваши комментарии и для людей которые серьезно занимаются я как чипл и делу ну так пускай спешу на помощь или как доктор айболит спешит на помощь в Африку выручать зверят и так пребиотики за иконтра добро здоровиться геннадий петрович помогите советам имеется повышенный метеоризм метеоризм имеется смотрите очень хорошо от метеоризма я проверил на себе помогает тмин просто-напросто берете одну треть одну четвертую чайная ложка семян тмина или зиры это примерно одно и тоже уточком в рот и просто-напросто запили там компотом чаем кофе водой и метеоризма как не бывало при этом я уже несколько лет подряд его с утра у меня как ритуал тмин 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 дальше конституция ветер питаясь один-два раза в день не пойдет для конституции ветра должна быть хорошая загрузка пищеварительной системы то есть питаться надо раза четыре в день именно для конституции ветра утром овсянка на воде вот смотрите утром овсянка на воде с топленым маслом сразу я даю рекомендацию не просто на воде а с топленым маслом в обед сок морковка яблоко свекла потом непосредственно еда ну хорошо в обед сок правильно морковка яблоко свекла, потом непосредственно еда. Значит, можно, значит, я бы, значит, так употреблял яблочно-свекольный сок или морковно-свекольный. Вот яблоко, яблочный сок из-за своих фруктовых кислот, он как-то особо не вяжется с морковным соком. А вот со свекольным соком получается довольно-таки качественная смесь, особенно полезная для женщин, для восполнения красных кровяных телец. Там вроде бы биологически активного железа мало, но тем не менее оно очень активно, прекрасно высылается. Так, непосредственно еда я не знаю. Понимаю, что мы соками провоцируют газы. Нет, я думаю, что вы соками не провоцируете газы, потому что вы выпиваете их перед едой. И они ушли, тонкий кишечник, без всякого. Но и без них после еды начинается процесс. Ну вот, вот как раз вы и подтверждаете. Вот непосредственно еда в обед вы не сказали, что за еда. Причем газы без запаха. Ну, отлично. То есть процессы в ней не отсутствует, насколько я правильно это понимаю. Ну, примерно правильно понимаете. Что я делал не так, подскажите, пожалуйста, с уважением, ваш внимательный читатель и слушатель. Вот смотрите, вы не сказали непосредственно еда, что за еда. Я сразу скажу. Вот здесь в обед желательно, чтобы вы съедали какую-то рисовую похлебку, допустим. Очень хорошо суп харчо. Харчо. Он как раз вот способствует тому, что для ветра, ну, это то, что надо. Знаете, начинаешь харчо есть, и организм сразу же радуется. Это та пища, которая нужна. Потом можно дальше тушеные овощи, так называемые джипсандал. Тушеные овощи. Можно кашу. Вечером, опять-таки, вы можете какой-то тёплый травяной чай выпить, скушать кашу. Кашу с маслом. Даже кашу можно с салом есть. Я с утра, мне жена готовит гречневую кашу, и я, значит, туда добавляю ещё масло сливочное, и ещё это, помимо всего прочего, с салом съедаю. И так практически каждый день у меня утро начинается. Великолепно. Великолепно для лиц с конституцией ветра это то, что надо. То есть, всё должно быть тёплое, всё должно быть желательно вот такое, маслянистое, и всё должно быть вот крупяное. И вы почувствуете себя совсем по-другому. Это как раз, подчёркиваю, для лиц с конституцией ветра. Далее, ещё важно отметить, смотрите, возможно, человек питался там, как он питался, и чаще питаться. Не один-два раза в день, а три-четыре раза. Это будет то, что надо. Что важно отметить, если там были какие-то продукты растительного происхождения, свежие растительные продукты, ну, допустим, грубо говоря, там капустный салат, там огурцы, там помидоры, ещё что-нибудь, и там, ну, немножечко там чего-то другого, то сейчас сезон года изменился, сейчас как раз наступает холодный, сухой сезон года, зима, ну, он может и влажным, но тем не менее холодным, и как раз это ведёт к тому, что перевозбуждает жизненный принцип ветра. человек себя чувствует плохо, поэтому, поэтому, что касается питания, я сказал, принимайте тёплые ванны, не просто душ, а именно ванны прогревающие, минут там 15-20 посидите, после этого втирайте в тело оливковое масло, это примерно процедура делается за полтора часа до сна, и ложитесь спать. Ну, вот, пожалуйста, пожалуй, всё, что я ответил на комментарии внимательного читателя и слушателя. Можете у меня в библиотеке посмотреть специальную литературу по индивидуальной конституции, и там ещё более подробные рекомендации. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовётся, и от всех людей даётся. Шелестят конфет, отбёртки, там мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Ай! Реселись, реселись, реселись народ наступает, наступает Новый, Новый год он врачу нам несёт, он по таргерам зайдёт, радостью любовь растёт, это-то Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждём, и почёканье покалом ходит счастье в каждый дом. Ай! врачу нам несёт, он подарки раздаёт, радостью любовь ждёт, это-то Новый, Новый год. Так, испи, дружок сердечный, наливай бакал с карди, загадай своё желание, и подзвонку ром-по-пэй. Ай! Реселись, 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 реселись народ theta-хом-пай, г-8- sì- Mos-ī- Новый год. dy Россия нви, г-1! реселись, реселись, ғO- ль! СВИСТОБИМ Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.